Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками и вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня у нас в гостях комиссия, которая занимается вопросами социальными, а также здравоохранением, словом, тем, что не может оставить никого из наших жителей равнодушными. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы общественной палате Одинцовского района. Итак, конкретно по нашим гостям сегодня Людмила Сергеевна Седлова, наш гость, член комиссии по здравоохранению и социальной политике. Добрый вечер. Добрый вечер. А также Александр Юрьевич Взятошев, заместитель директора Одинцовского ПТП по перевозкам. Здравствуйте. Добрый вечер. Рад, что вы к нам сегодня прибыли. Не такой вот у нас сегодня такой обычный, да, скажем, состав, потому что у нас сегодня, кроме общественников, еще и представители Одинцовского ПТП. В общем, мы сегодня будем говорить достаточно о частном таком, да, моменте в работе вашей комиссии, которая занимается здравоохранением, а именно, насколько наш транспорт, общественный транспорт в Одинцовском районе доброжелателен, скажем так, к нашим людям, которые действительно где-то требуются дополнительная помощь, поддержка и так далее. Но начнем давайте все-таки с общей темы. Ваша комиссия, в общем-то, занимается целым рядом социально важных, значимых вопросов, работ. На чем работаете за последнее время? Вы знаете, обращений к нам очень много, потому что комиссия наша, самая масштабная, два слова, социальная политика, которая включает в себя все сферы жизни человека. Поэтому и обращения к нам разные. В настоящее время, когда общественная палата проводила выездной прием, очень много поступило обращений по поводу транспорта. И в основном мы это проверили, посмотрели и убедились, что обращения в основном от маломобильных граждан. Потому что, как правило, транспорт очень нужен этим маломобильным гражданам. Сейчас я сразу объясню, что это за люди. Давайте обозначим границы, кто у нас является именно людьми с ограниченными возможностями, а кто маломобильный. Или это вообще одно и то же? Я начну с маломобильных, потому что маломобильные граждане, они составляют большинство населения. Это пожилые люди с тростями, с тележками, с колясками, то есть которым очень трудно пользоваться транспортом. И инвалиды, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды на колясках – это все граждане, которым требуются на транспорте особые условия. Сейчас у нас в стране действует программа «Доступная среда». И транспортная инфраструктура, она является составной частью вот этой программы, потому что транспортная инфраструктура, она должна быть безбарьерной. Что это имеется в виду? Чтобы были автобусы низкопольные, чтобы автобусы были оборудованы специальными подъемниками, чтобы остановки были, соответственно, под выпуск этих подъемников тоже оборудованы, чтобы бордюрный камень был уложен на той высоте, какая положена для выдвижения аппарели. Людмила Сергеевна, а как вот людям, обычным пассажирам, понять, какой автобус оборудован аппарелью такой, какой нет? Это имеется какая-то специальная, может быть, наклейка или какие-то конкретные маршруты полностью уже все машины, комплектованные данной машины. Я думаю, наверное, ближе к вам этот вопрос, потому что кому, как не вам, да, уже знать, что и чем у нас оборудовано. Я прошу прощения. Давайте, прошу. Значит, в настоящее время у нас оборудована система аппарели 70 единиц подвижного состава. Значит, из них 10 единиц это автобусы Галас-Вояж, значит, около 60 единиц это автобусы Лиас-5292. Значит, на этих транспортных средствах размещены наклейки возле дверей, которые предназначены для посадки как раз ограниченных групп граждан. А как они, в принципе, эти наклейки выглядят, чтобы наши телезрители были в курсе? Ну, колясочка, то есть в прямоугольнике. Она приметная, да? Да, она приметная, она находится перед глазами. Вот, значит, как раз данные транспортные средства используются для перевозки маломобильных групп граждан. Скажите, а в целом какая часть вашего автобусного парка, да, использует данную систему? Значит, из 263 единиц это 70 единиц. Это какая-то вот цифра, это 70 единиц, она чем-то оправдана с точки зрения каких-то вашего анализа ситуации, да? Или, может быть, вы в данный момент обновляете и хотите весь автобусный парк оборудовать данной системой? Да, вы абсолютно правы, то есть у нас идут плановые обновления подвижного состава, и мы в будущем планируем увеличивать количество автобусов как раз с этой системой, для того, чтобы все абсолютно граждане могли воспользоваться общественным транспортом, абсолютно все. А можно ли какой-то прогноз вот сейчас выдвинуть, какому году, какому периоду, в общем-то, большая часть, допустим, давайте не будем про все говорить, но большинство автобусов будет данной системой, если нужно? В этом отношении мне прогноз давать очень сложно, но нам бы очень хотелось бы, вот именно Одинцовскому ПТП, чтобы абсолютно, допустим, за 2016-2016 год были оборудованы городские все маршруты города Одинцова непосредственно этой системой. — Людмила Сергеевна, насколько мне известно, не так давно в Одинцовском, вернее, Ваша Одинцовская общественная палата, а именно Ваша комиссия, побывала на форуме некоммерческих организаций. Там затрагивалось много, в общем-то, тем, в том числе и те, которые непосредственно касаются работы Вашей комиссии. Ну, расскажите о своем опыте, насколько, в общем-то, эффективно данный форум для Вас лично прошел. — Во-первых, этот областной форум, он был первым. И, конечно, инициатором губернатор выступил. Действительно, у нас очень много некоммерческих организаций социально направленных, которые ведут работу для социальных слоев населения. И среди них есть общественные организации, религиозные и многие другие. Цель этого форума — собрать представителей этих организаций и составить реестр этих организаций по всем правилам, с учетом деятельности каждой организации. А потом уже понимать, как помочь организациям усилить свой потенциал. — Я так понимаю, речь шла и в том числе о взаимодействии данных организаций между собой, правильно? — Конечно, конечно. И предполагается, что будет выделяться субсидия для работы организаций. И государство планирует даже передать некоторые свои функции социальные в эти организации. Но все это дело будущего, в первую очередь, конечно, надо понять, что и какая организация может сделать. И для этого на прошлой неделе общественная палата области, наша комиссия, проводила совещание по этому вопросу. Я там тоже присутствовала, от Одинцовского района, от общественной палаты. Там уже более детально обсуждался вопрос некоммерческих организаций. Вносились предложения различные. Но пока вот это все... Кстати, очень деятельно подключились представители некоммерческих организаций к решению вот этого вопроса. — То есть взаимодействие у вас с ними налажено? — Конечно, конечно, конечно. И в общественной палате у нас есть представители от некоммерческих организаций. Вот я тоже представитель. Ну и от общественной организации, но все равно мы являемся некоммерческой организацией. Ну что же, уважаемые телезрители, напоминаю, наш телефон 508-86-84, комиссия по здравоохранению, а также социальной политике у нас сегодня в студии. Звоните, задавайте свои вопросы. У меня к вам вот такое вот необычное, в общем-то, обращение. Маломобильные группы граждан, давайте к ним вернемся. Вообще, насколько они часто пользуются общественным транспортом? Ведь ни для кого не секрет, что для многих людей общественный транспорт — это явление достаточно, ну, связанное с определенным дискомфортом, с массой людей, с давками, с ожиданием транспорта на улице и так далее, да? Насколько вообще маломобильные группы людей заинтересованы в том, чтобы со своими дополнительными сложностями пользоваться общественным транспортом? Вы знаете, очень даже заинтересованы. И если бы они не были заинтересованы, у нас не было бы так называемого социального транспорта. Значит, в городе и в Москву ездят автобусы и маршрутки, которые помечены черным цветом. Они называются социальные. Значит... И это очень любопытная тема. Мы сейчас продолжим ее с фразы после того, к примеру, звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Поборвался, к сожалению, звонок. Но вы, если что, перезвоните. Телефон 508-86-84. Мы никуда не уходим. Будем ждать вас. Продолжим. Да, пока в нашу беседу. Черные автобусы. Да, черные. Черные, это автобусы социального назначения. И их достаточно много. Александр Юрьевич не даст мне соврать. А какую-то конкретную цифру можно назвать? Вы имеете в виду на Москве, на 339-м маршруте? Нет, это у нас в Одинцове. В Одинцове. Значит, да, у нас количество достаточно приличное. Значит, у нас где-то в районе 15 выходов на маршруте номер 3. На 12 выходов на маршруте номер 2. Значит, также у нас два выхода работают по маршруту номер 1, по маршруту номер 4 один выход и три выхода по маршруту номер 5. Ну, немало, получается. Немало. Скажите, а чем они, в общем-то, отличаются от обычных автобусов? Я вас попрошу на этот вопрос ответить сразу после того, как нам вопрос задаст наш телезритель. Здравствуйте. Мы вас слушаем, пожалуйста. Представьтесь. Здравствуйте. Это вас беспокоит Дмитрия Васильевна Петровна. Здравствуйте. Я в понедельник вызвала... Я инвалид второй группы. Так. У меня проблемы с ногами. Я езжу на коляске, но сейчас нельзя было ездить. Вот. У меня вот такой вопрос. В понедельник с 9 до 11 часов дня я звонила, вызывала врача на дом. Я так и не дозвонилась. Потом, после обеда, по этому телефону звонила, мне отвечали, линия занята, линия занята. А до этого просто никто не брал трубку, правильно? Сотового телефона. Сотового телефона мне ответили. Ну, не у всех же сотовые телефоны есть. Есть более старые люди. Более старые. И такая вот мука была. Скажите, пожалуйста, а вы в какую службу обращались? В 112 или вы непосредственно в медицинское учреждение звонили? В ЦРБ, да? Да. И, то есть, получается, вот с 9 до 11, вы сказали, просто не брали трубки. В 9 до 2 часа я звонила. Это первый вопрос. Вопрос. Не вопрос, рассказала свое несчастье. Второе. Вот на колясках мы ездим по улице. Вы знаете, это невыносимо. Бордюры высокие. Съезда нигде нет. В соцзащиту, то есть, в исполкоме я позвонила, это было в августе. Мне сказали, мы начали делать с Бирюзова, с улицы Бирюзова. Вот смотрите, сколько времени прошло. У нас на Можайском шоссе нигде съезда нет. Это ужасная тряска идет. На коляске меня муж возит. Светлана Петровна, большое спасибо вам за звонок. Действительно, это, я думаю, вопросы, которые, ну, наверное, к сожалению, довольно часто поднимаются среди маломобильных групп граждан. Людмила Сергеевна, ну, давайте мы с ЦРБ начнем. По вот этому недоступности. Давайте с ЦРБ, наверное, начнем с первого вопроса. Походу, какая-то с операторами, да, была накладка. Ну, конечно. Я так считаю, что много людей звонят. И очень часто жалуются, что не могут дозвониться до регистратуры, чтобы вызвать врача. И это проблема. Это, наверное, проблема. Ну, это, я думаю, без всяких, наверное, проблема. Сейчас, вот насколько мне известно, есть колл-центр, который принимает, там не один человек сидит, понятно. Вы имеете в виду, извините, колл-центр... Здравоохранения. Служба 112 или именно центральный район больницы? Да, центральный район больницы. И там люди принимают вызовы врачей на дом. И не обязательно придет врач из поликлиники, участковый, а придет тот, кого направит вот этот центр, получивший вызов. Людмила Сергеевна, я предлагаю вот что сделать. Мы телефон Светланы Петровны вам передадим. Да, да, да. Наверное, имеет смысл, да, попытаться как-то ее скодактировать с операторами. Может быть, просто озвучить телефоны, которые полезны ей знать. Может быть, действительно, какие-то устаревшие телефоны были, да, в данном случае. Может быть, в чем-то еще причина. Но, я думаю, лишним данной информации для Светланы Петровны не будет. И давайте перейдем ко второму вопросу. Что это бордюры? Ну, насколько мне известно, у нас сейчас достаточно активно развивается программа «Доступная среда» в Московской области. Вы знакомы с данным названием и в том, что это, в принципе, такое? Я должна сказать, что доступной средой, вот этой программой, мы и в общественной палате поднимали эти вопросы, в общественной палате еще первого созыва. Конечно, в Одинцовском районе эта программа продвигается очень трудно. А в чем она заключается, в двух словах, могли бы рассказать? Программа создания доступной среды для маломобильных граждан и инвалидов. То есть это пандусы, это вот съезды, которые говорят с тобой? Нет, «Доступная среда» — это целый комплекс мероприятий, включающий в себя, в первую очередь, обеспечение социальных объектов, социальных объектов и транспортной инфраструктуры. Если оборудуется объект, больница, поликлиника, почта, эти объекты должны быть адаптированы к услугам таких людей. И не просто объекты. Территория, подъезды к этому объекту, они должны быть оборудованы в соответствии со строительными нормами и правилами, которые есть в законах и Московской области, и федеральный закон имеется. И все эти нормы давно прописаны и разработаны сверху виды пандусов, и из какого материала они делаются. И все, есть целая система. Людмила Сергеевна, я предлагаю, давайте прям конкретно перейдем к тому, как это в нашем районе реализуется, сразу после звоночка от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Артаможкина Лариса Николаевна. Ну, в первую очередь я хотела бы поблагодарить Александра Юрьевича, который представляет Одинцовское ПТП. Автобусы хорошие, транспортные сообщения в городе хорошие. Не только по городу, ближайшие населенные там деревни, все это нормально, водители очень напрятные. То есть большое ему человеческое спасибо за такое вот наше транспортное сообщение. Но у меня вот вопрос к Людмиле Сергеевне. Немножечко другого характера. Давайте, задавайте. По поводу нашего паспортного стола. У меня просто вот такой случай. Несколько раз обращалась я в банки, и говорили, что у меня паспорт недействительный. Обратилась в паспортный стол, получила с грехом пополам, как говорится, справку, что паспорт мой нормальный. Вот. Но там такое было отношение в паспортном столе. Это просто из рук вон выходящие, потому что грубили. Говорили, если будете возмущаться, мы вообще вас не примем, откажем вам. Получила я эту справку. Сказали, что в течение полугода сообщат задлежь мои действия. Но вот прошло уже полгода, и до сих пор ни ответа, ни привета из паспортного стола. И я не знаю, куда бы я ни обращалась, может быть, пригласить сюда представителей, руководителей нашего центрального паспортного стола. Спасибо большое за звонок. Я думаю, это не вполне ваша комиссия, но я уверен, что комиссия какая-то у вас точно так и занимается. Прошу, давайте. Уважаемая Лариса Николаевна, как раз сейчас вы, наверное, вовремя позвонили. Как раз сейчас мы занимаемся... Вы не одна, кстати, с претензиями к паспортному столу, даже не к паспортному столу, а претензией к управлению миграционной службы Одинцовского района. И вот сейчас мы занимаемся вопросами, которые с проволочкой тянутся годами. А люди страдают от этого. И мы даже запланировали пригласить сюда на эфир начальника управления Одинцовского миграционной службы. А сейчас мы продолжаем так же, как и вы, обиваем пороги вместе с заявителями. А есть ли какие-то, ну, по крайней мере, предварительные выводы? В чем там, в общем-то, сложность? Почему люди остаются недовольными после нашего паспортного стола? Чиновническая проволочка. Бюрократия. Да. Это однозначно. Конечно, общественная палата может сделать запрос от имени Захара Юрьевича. Но мы как-то вот члены нашей комиссии надеемся на человечность. А тут, оказывается, надо рычаги другие. Где-то копать, где-то давить. Да. Ну, для этого, в общем-то, общественная палата, слава Богу, и есть. Еще один звоночек у нас имеется. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем, рассказывайте, пожалуйста. Ага. У меня вот, я говорю, такой вот вопрос. Я инвалид, езжу на гемодиализ. Ну, в принципе, не только я, у нас это два человека ездят. Все нормально, нам выделили машину от поликлиники, скорую помощь. Так. Но в празднике нас не водят. То есть мы ездим за свой счет. А особенно вот сейчас вот меня интересует, это зимние каникулы, потому что это две недели. Простите, не расслышал. Как вам обращаться можно? А? Как вам обращаться можно? Людмила Валентиновна. Людмила Валентиновна. Ну, я так понимаю, вам как-то комментировали, да, почему такая ситуация сложилась? Ну, они сказали, что, в общем-то, это не выписывается, там не оплачивается что-то такое. Но дело в том, что, в общем-то, у нас очень много народа на гемодиализе. И почему-то всех возят, а вот у нас это не спонсируется. Может быть, это действительно как-то это связано с этим? А вот у нас спрашивает Людмила Сергеевна, а где вы проживаете? Это второй завод. Второй завод, да. Восьмой микроэн. Известно, да, адрес вам. Спасибо большое за звонок. Действительно, Людмила Сергеевна, странная ситуация. Людям же надо, конечно, жить и в выходные, и в праздничные дни. Мы выясним. Лечиться надо круглосуточно. Конечно, конечно. Ну что же, вернемся к теме наших, в общем-то, безопасных и удобных, комфортных съездов. Насколько мне известно, программа «Доступная среда» в нашем районе развивается очень активно. Моя коллега Анна Макарова, в общем-то, в марте еще прошлого года присутствовала на совещании при Андрее Робертовиче Иванове. Да. Уважаемые телезрители, предлагаю вам посмотреть, в общем-то, какие тезисы тогда озвучивались, а после этого мы поговорим с общественниками, попробуем выяснить, что из этого получается, с чем пока трудности. По мнению Андрея Иванова, на сегодняшний день доступная среда в Одинцовском районе еще не стала реальностью. Более того, все предыдущие годы мало что делалось в этом направлении. Многие объекты, которые вводились в последние десятилетия в Одинцовском районе, с точки зрения доступной среды, были практически для галочки. Да, есть потребность, необходимо запроектировать, делают с наименьшими затратами, с меньшей кровью, что называется. Вроде как пандус присутствует, галочку поставили, пошли дальше. Специалисты некоммерческого партнерства поделились зарубежным и общероссийским опытом по реализации программы «Доступная среда» и даже представили конструкции, с помощью которых можно оборудовать любое помещение или место общественного пользования в соответствии с потребностями инвалидов. Андрей Иванов подчеркнул, что меры по реализации программы «Доступная среда» в Одинцовском районе должны носить комплексный характер. То есть нужно не просто установить пандусы, а разработать новый универсальный дизайн, который позволит свободно ориентироваться на улицах, в зданиях и транспорте инвалидам и маломобильным группам населения. Универсальный дизайн – это то, что предназначено не только для инвалидов или маломобильных групп населения, а в принципе для всех. Это и красиво, и удобно. Почему мы говорим о, допустим, инвалиде на коляске, но почему-то мы забываем про маму с коляской, или с маленьким ребенком, или человек, который вот сегодня только там ходит с костыльком, или пожилой человек. То есть они как бы, их типа в программе нет, но они как бы присутствуют. Первым шагом к созданию безбарьерной среды в Одинцовском районе станет анализ уже существующих образовательных учреждений, банков, торговых центров, социальных объектов, мест общего пользования. Все объекты внесут в общий реестр, у каждого появится свой паспорт. Еще один важный момент. Перед главным архитектором района на этой неделе поставлена задача – не пропускать новые проекты без доступной среды. На встрече было принято решение и о создании рабочей группы, в которую войдут специалисты из доступной городской среды, представители организаций инвалидов, архитекторы, инженеры. В итоге глава района попросил некоммерческое партнерство в ближайшее время представить ему свои предложения по развитию безбарьерной среды в Одинцовском районе. Что это будет за продукт, как мы можем в дальнейшем пользоваться, будут ли это рекомендации или это уже будут конкретные решения по каждому объекту или в целом по району. Это будет программа, расписанная на десятилетия, или это все-таки рвок возможный при наличии нашего финансирования. После завершения встречи Андрей Иванов провел личный прием населения. Так совпало, что первыми к главе пришли представители Всероссийского общества инвалидов. Они полностью подтвердили актуальность проблем, обсуждаемых на предыдущем совещании. Поэтому Андрей Иванов пригласил активистов войти в созданную рабочую группу и отметил, что только совместными усилиями можно изменить сложившуюся ситуацию к лучшему. Ну что же, по крайней мере вот с такой ситуацией мы начинали в прошлом, ну не в прошлом, а в начале этого года. Сейчас прокомментирует представитель общественной палаты, что в общем и как с этим проектом сейчас происходит. А сперва давайте примем еще один звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ирина Николаевна Одинцова. Я хочу, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность нашей общественной палате. Я обращалась к ним два раза, у меня было два обращения. Они очень оперативно, квалифицированно выполнили мои заявки. Это первое. Огромное им спасибо за человеческое отношение. Второй вопрос. У меня есть предложение по реализации вот вашей программы «Доступная среда для инвалидов». Люди обращаются, их, конечно, очень-очень сочувствую им. И у меня такое предложение. Почему бы не организовать патронаж инвалидов? Я понимаю, сейчас кризис там и так далее, нет средств. Но ведь есть выпускники медицинских вузов и так далее, даже студенты, которым нужна практика, которые могут посещать инвалидов, тем временем проходя практику и для себя, и принося пользу этим людям. Им очень тяжело в нашей среде. Им всегда было тяжело, но сейчас тяжело как никогда. — То есть вы предлагаете своего рода такую волонтерскую движение? — Да, волонтерскую помощь. И возможно, может, государство там распределение тоже сделает после вузов. А может быть, волонтерскую помощь. Но ведь нужно включить человеческий фактор. Вот это вот какое-то сочувствие, вот это меценатство, сочувствие и милосердие. — Милосердие, милосердие, милосердие. Ему нужно в это русло направить. Но для этого ведь у нас столько много... — И ведь это реализовано действительно во многих регионах нашей страны. Спасибо большое за звонок. Ну, действительно, вы скажите, вот есть ли какие-то, по крайней мере, наработки, да, зацепочки по данной теме сейчас в Украине? — Я... Есть. Конечно, есть. Потому что у нас есть много людей, инвалидов, которые годами не выходят из дома. И понятно, что их обслуживают. То ли это соцзащита, то ли родственники. А есть такие люди, которых и некому обслуживать, и с соцзащитой почему-то не связываются. И как раз вот здесь уместно вот это волонтерское движение, оказание помощи вот таким вот людям. — Ну, у вас какие-то, я имею в виду, конкретные, да, кроме осознания пользы, да, данного проекта, наработки имеются на сегодняшний день? — Наработок у нас в нашей организации этого нет. Вот. Потому что мы полагаемся на социальную защиту. А вообще это известно, правильно вы сказали, и в других регионах это действует. — А вернемся к предыдущему нашему звонку. Про восьмой микрорайон человек задавал вопрос. Я так понимаю, вам вообще, что называется, место знакомо, да? Действительно какие-то проблемы там имеются? — Я там живу. Значит, когда проходил выездной прием общественной палаты... — Вот недавний, второй, который у вас проходил. — Да, да, 24 октября. Я вела прием в восьмом микрорайоне. И очень было много запросов от людей. Да, действительно, на сегодняшний день восьмой микрорайон оторван от центральной части города, оторван вот этим вот мостом, который уж для маломобильных граждан и на колясках, он вообще недоступен. И транспорт, невозможно пустить транспорт, такой, на котором перевозка осуществлялась бы вот этих маломобильных граждан и на колясках. — Словом, вы знакомы, я так понимаю, с проблемой. Как-то общаетесь с организациями, которые могли бы что-то улучшить? — Вы знаете, мы в общественной палате после этого выездного приема создали рабочую группу. И сейчас все вопросы расписали. Мы работаем с администрацией города и со всеми, кто в запросах фигурирует. — Ну что же, Людмила Сергеевна Александра Юрьевича, к сожалению, наше время вышло, довольно много у нас сегодня было звонков. Не успели, я думаю, мы все темы, которые хотели бы сегодня обсудить, в общем-то, поговорить о них. Но я уверен, что у нас еще впереди много эфиров, много времени. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня приезжали. — Спасибо вам. — Я благодарю и наше телевидение, благодарю Александру Юрьевичу, что он откликнулся на наши просьбы. Это нам помогает решать проблемы жителей нашего города и района. — Я думаю, это как раз те преимущества, которые дают взаимодействие в рамках, по крайней мере, общественных организаций и средств массовой информации. Спасибо еще раз. Уважаемые телезрители, сегодня вы смотрели программу «Разберемся», которая была посвящена работе Комиссии по здравоохранению и социальной политике. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, оставляйте заявления, вопросы, предложения. Постараемся все это передать в общественную палату. Кроме того, вы можете обратиться к ней, к общественной палате напрямую через ее официальный сайт или воспользовавшись формой обратной связи, которая находится прямо там. С вами был Святослав Савенков. Удачи вам и до встречи через неделю.